На минувшей неделе автомобильные журналисты летали по двум основным маршрутам. В Германию на премьеру нового поколения Volkswagen Golf и на международный автосалон в Токио, где новинки японских производителей вовсе не были единственными. Для России же главными ньюсмейкерами оказались китайцы. Марка Great Wall пополнила гамму своего новейшего пикапа. ПАО массовыми рабоче-крестьянскими модификациями, которые в ближайшие годы должны прийти и на наш рынок. Но если это вопрос будущего, то дочерняя Great Wall марка Хавейл на своем заводе в Тульской области новые модели запускает уже сейчас. Несмотря на то, что главные силы концерна Volkswagen брошены на запуск электрического семейства ID, в Ольцбурге решили не откладывать плановую смену поколений Golf. Рассказ о своей иконе немцы всегда начинают с цифр. За 45 лет выпущено более 35 миллионов машин. Образ и пропорции бестселлера снова узнаваемы. Но конструктивно это совершенно новая модель, построенная на последней версии модульной платформы MQB. Даже в базовой версии интерьер выстроен вокруг цифрового кокпита, составленного из двух дисплеев. Персональный голосовой ассистент Alexa умеет искать новости, музыку, рассказывать погоду и связывать машину с бытовой техникой из умного дома. Впервые на Volkswagen установлена система связи с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями, которая предупредит водителя об опасностях впереди. Адаптивный круиз-контроль теперь ведет машину на скорости до 210 км в час и позволяет снять руки с руля на 15 секунд. Трехдверной версии не будет. Зато набор горячих модификаций широк как никогда, но представят их позже. А пока готов только подогретый Golf R-Line, который отличается обвесом, декором и перенастроенным шасси. Любителям зажигалок адресован и гибридный Golf GTE. Под капотом у него турбомотор 1.4, а электродвигатель встроен в шестиступенчатый преселектив. Еще одна гибридная модификация принципиально устроена так же, но по отдаче заметно уступает старшей. Кроме того, в рамках всеобщей электрификации создана целая россыпь так называемых мягких гибридов. Всего Golf будет располагать шестью вариантами двигателей, включая два новых дизеля. Продажи в Германии начнутся до конца года, а далее везде появится Golf и в России. Главной премьерой Mitsubishi на автосалоне в Токио стал гибридный концепт-кар Mi-Tec. В движение баги приводят четыре электромотора, но вместо привычного двигателя внутреннего сгорания тяговые батареи заряжает газовая турбина, которая может работать на бензине, солярке, керосине или спирте. Именно турбина потребовала установки четырех вентиляторов в задней части кузова, которые так заинтриговали нас в тизере. Благодаря тому, что каждый из четырех колес имеет индивидуальный электропривод, вращаться они могут в противоположные стороны. То есть машина умеет разворачиваться буквально на месте. Тормоза здесь электромеханические. У них высокое быстродействие и точность. Любопытные находки обнаружились и в интерьере. Вместо россыпи сенсорных экранов у Mi-Tec монитор один и расположен прямо перед водителем. Вместо привычного дисплея медиасистемы установлен проектор. Он выводит изображение на всю площадь лобового стекла. Поэтому окружающая обстановка, которую водитель видит через стекло, дополняется элементами расширенной реальности. Разумеется, Mi-Tec навсегда останется концептом. Но показанные технологии электрификации Mitsubishi обещает внедрить на средних и компактных моделях. Независимая немецкая марка Alpina свою заряженную трешку B3 Touring представила еще в сентябре во Франкфурте, ведь сама компания BMW выпускать универсал M3 не будет. А вот на автосалон в Токио Alpina привезла уже седан B3, причем в праворульной версии. За основу взят BMW 3-й серии в М-пакете, что довольно необычно для Alpina. Вероятно, развитые воздухозаборники понадобились двигателю. Сообщают, что под капотом рядная шестерка нового поколения с двойным надувом. Индекс не назван прямо, но речь может идти о двигателе S58, который уже стоит на BMW X3M и развивает там на 18 лошадиных сил больше, но уступает Alpina целую сотню ньютон-метров. Какой будет отдача BMW M3 с этим мотором, мы узнаем только в следующем году. К тому времени Alpina B3 будет уже вовсю продаваться. Пилот программы SMP Racing Егор Аруджев принял участие в предсезонных тестах североамериканской серии Indie Lights, которые прошли на автодроме в Индианополисе. Россиянин впервые сел за руль автомобиля этой серии и по итогам двухдневных заездов показал четвертый результат. Напомним, Егор сейчас участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость за английскую команду L&T Geneta. Пилот молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова была выбрана организаторами гоночной серии для участия в сезоне 2020 года. Серия W это международный чемпионат, в котором используются болиды Формулы 3 и 16-летняя Сидоркова станет самой молодой участницей серии. Финальный этап Еврокубка Формулы Рено состоялся в Абу-Даби. Пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смолер провел две трудные гонки, но заработал очки, финишировав на четвертом и шестом месте. По итогам завершившегося сезона 18-летний гонщик из Южно-Сахалинска стал третьим. За время стартов Смолер записал в актив три победы, шесть вторых мест и одну бронзу, набрав по итогам сезона 255 очков. Чемпионский титул в Еврокубке Формулы Рено оформил британец Оскар Пиастри. Второе место по итогам сезона завоевал француз Виктор Мартинс. Трасса Ясмарина в Абу-Даби не успела остыть от финальных гонок сезона, как организаторы Формулы Рено устроили тесты. В заездах приняли участие 22 пилота из нынешней обоймы Еврокубка и 8 новых претендентов. В их числе пилот молодежной программы СМП Рейсинг Михаэль Белов. Минувший сезон россиянин провел в двух чемпионатах Формулы 4 — немецком и итальянском. А на тестах Формулы Рено Белов показал лучшее время среди новичков. Сосредоточившаяся на пикапах марка Great Wall представила на китайском рынке новое семейство Пао еще в конце лета. Но топ были самые дорогие версии. Только с короткой колесной базой, двухлитровым бензиновым турбомотором и богатой отделкой хромом. А теперь на рынок выходят и более простые, рабочие варианты. Их главное отличие — рессорная подвеска сзади вместо пружинной. Кроме того, только у коммерческих Пао будет практичная длиннобазная версия. Прибавка длины сразу на 24 см пошла на увеличение грузового отсека. При этом Great Wall решил не упрощать оснащение Пао до предела. С кузова убрали хром, наружная отделка стала скромнее, но до некрашенных бамперов и штампованных дисков дело не дошло. Салон скроен из более дешевых материалов, а панель приборов — стрелочная вместо цифровой. Зато в списке оборудования есть 9-дюймовый экран медиасистемы без ключевой доступ и камера заднего вида. Доплатить можно за электропривод передних сидений, боковые подушки безопасности и салон из эко-кожи. Главная техническая новинка — двухлитровый турбодизель. Пока он сочетается только с шестиступенчатой механикой, но вскоре появится и автомат. Альтернатива — бензиновый турбомотор того же объёма. В большинстве исполнений он состыкован с механической коробкой передач, но топовой версии полагается восьмидиапазонный автомат. В Китае коммерческие версии нового пикапа Great Wall можно уже купить. А вскоре начнётся и экспорт. Помимо Австралии, Южной Африки и Латинской Америки продажи ПАО должны со временем развернуться и в России. Марка Хавейл, премиальное подразделение китайского концерна Great Wall, запустило свой российский завод в июне. Первым в Тульской области прописался среднеразмерный кроссовер F7, который оснащают турбомоторами в полтора и два литра, семиступенчатым роботом, передним или полным приводом. И вот теперь компанию «Синёрки» на Тульском заводе составят купеобразный F7X. Основное отличие новинки от исходного F7 — это оригинальный кузов с пониженной на 35 мм крышей. Продажи ещё не начались, но из опубликованного Росстандартом сертификата ясно, что из двух двигателей F7 у F7X останется один — двухлитровый. Второй новинкой Тульского завода станет локализованный Хавейл H9. Этот рамный внедорожник в России продаётся уже 4 года, но до сих пор машины к нам импортировали. К слову, летом в Китае начались продажи обновлённой версии, но выпускать в России по камест будут дорестайлинговую. А значит, никаких изменений в технике не ждём. До сих пор к нам поставлялись H9 с двухлитровыми турбомоторами — бензиновым и дизельным. У обоих восьмиступенчатый автомат и полный привод. Повлияет ли на цены начало производства в России — пока неизвестно.